спонсор программы компания электроцентра наладка саратов потом запятая сельчане собираюсь сказать слова сочувствия не подходят слова соборности крепности стабильность тоже нет а вот слова счастья саратовцы запитались сельчане собираюсь сказать слова счастья митя дорогой ты сошел с ума какая досада леночка дорогая если ты хочешь показать свою неосведомленность в делах нашей области который широко готовится к 80-летнему юбилею я об этом прекрасно знаю причем здесь моя неосведомленность ну как же вот совсем недавно еще был праздник один поздравляю саратов с этим праздник родаев вывел формула успеха там все слова на с вот я решил подготовить еще одну речку берла куш продам я поняла сейчас я вспомню эту формулу счастья согласие созидания стагнация по моему прошу стабильность было сказано но не знаю мне вот кажется что стагнация больше соответствует сегодняшней ситуации опаньки и ты подхватила что подхватила а болезнь эту психическую какую какую да она когда все слова на с и болезнь называется буквы сф или да ладно а ты сама себя слышал стагнация соответствует сегодняшней ситуации блин что же делать врачу срочно врачу дорогая вообще-то может в этом что-то есть слова на эту букву честно говоря больше всего нам подходит снег скука сплин сырость лякать хотя нет нам смысле рада его надо избегать слов на с что так а вот назови любое слово на букву с как болельщик уверенную стадион вот лыжный стадион открытый при участии губернатора радаева забракован прокуратурой а географическое название может какой да легко соборов окей строители аэропорта заявили что проект находится под угрозой если построить аэропорт то билеты там будут стоить на треть дороже чем сейчас ничего не отличного нет еще на и слабо уме мы без комментариев только скажу у кого хотя какая разница когда денег нет как у нас денег кончат лена я же призывался экономить области денег нет не всегда а будет еще меньше ты разве не читал что трансферты всем регионам уменьшили всем уменьшили а чечне добавили ну так там кадыров он сказал что не понимает что такое сокращение финансирования его маленькой но гордой республики вот наш так не сказал смелости наверно не хватило ну а как ты себе это представляешь радаев видят что денег нет берет трубку звонит владимир владимирович здравствуйте это радаев губернатор такой а путина такой как же помню помню у нас сызрани начальник ну что вас беспокоит говорите не стесняйтесь радаев такой смелости набрался и самого президента поправляет я горит в саратовской области начальником у нас еще дмитрий анатольевич был ему арбузы наши понравились и путин кричит так туда в комнату соседней может быть даже анатолич игре цараться в саратове был арбузы я отчет они мне не привез а медведь отвечает тоже напомню это место у них там дорог совершенно нет хотели поехать в один колхоз пообедать так не проехали путин головой сурово качает и говорит радаев вы бы товарищ сначала дороге сделали а потом но он же все знаю конечно обращается к радаеву вы конечно денег хотели попросить но хочу вам сказать деньги были деньги будут но сейчас их нет мою чтоб не может путин цитировать березовского мой ладно у нас походу пьеса получается можно сказать трамить трагедия гамлет отелла скупой рыцарь а в художественном произведении всякие допущения позволены ну хорошо согласен значит так сказал путин денег нет а медведев подбегает трубку хватает и кричит свое заветное но вы держитесь там всего вам хорошего а потом шепотом владимир владимирович у них там в этом саратове ваш рейтинг ниже чем у володина ага и путин такой брови сурово сводит и говорит слышь радаев ты у володина попроси он даст и оба такие заливаются счастливым смехом забыть кстати о драгон нашем вячеславе викторович и у меня есть предложение нашу новую пешеходную зону назвать его именем все равно только и говорят по инициативе в володина усилиями нашего великого земляка прям как вот на уф сергей юрьевич выражаешься а называть зону в смысле пешеходную зону именем володина не стоит потому что всякие писаки того свободных новостей или еще откуда тут же начнут на володина треснула плитка прекрасная идея на володину прорвала канализация к чему такая слава ну тогда ответь мне знаешь на какой вопрос вот когда володин приезжал и они толпой ходили по этой самой зоне зону топтали сглазишь так вот на фоточках они идут такой темный черный ну или темно-серой толпой все в черных пальто куртках а ландо один ярко-красным к чему бы это я все думаю странно вообще красном обычном коммунисты ходит зюганов там или они дал of ландо ни разу никого не слушай а может он в красном потому что общественник ну вдруг разнарядка такая пришла чиновники в черном общественники в красном а это понятно это может быть ну и чтобы на рынке их боялись вид торговец кто в красном идет раз разбежались потому вокзала рынка еще куда ходит но с другой стороны вот знаю точно лучше сергей в красном не ходит незнамого ни разу красным не видел но тогда почему слушай здесь наверное вот эпизод из сериала секретные материалы может быть красными куртками там пришельцев помечают да ну тебя просто александр соломоновича одна куртка и так красная вот как у меня вот и весь ответ бедные вы бедные поиздержались совсем особенно соломонович но все равно ли не принимаю ответ здесь скрыта какая-то тайна просто мы не знаем ответ но потомки может быть узнает кстати чем пахнет так вкусно рыбой жареной может быть это рыбу фугу а у меня нет охрана вот беда во первых не фуга ахек во вторых зачем тебе охрана когда ты рыбу собираешься есть просто есть одна замечательная история валентина ванна наш матвиенко главный сенатор была японии с визитом и там и предложили фигу нет то есть фигу фигу фугу я путаюсь это японский язык очень сложно в общем это такая рыба она очень вкусно но если неправильно приготовить сразу становится ядовитой и валентина наш матвиенко поступил очень просто она сначала рыбу испытал на сотрудник фсу они ее поели оба часов подождала и тогда валентина вам тоже эту рыбку отведал правда рыба остыла не правильно сделала я вот как-то читала что в древнем риме при дворе императоров существовала особая должность отведывателя кушаний и он должен был пробовать каждое блюдо подаваемое императору чтобы если в нем в блюде окажется я своей смертью предупредить император об опасности и древний рим вообще прекрасное место знаешь там один товарищ кажется коллегу своего коня сделал сенатором ты намекаешь на кого-то из наших избранников кто из них на коня похож но министр есть один похож чтобы депутат или сенатор да я ни на кого не намекающий депутат в твою лицо не знаю просто дело тут в другом кой он и есть конь он и ржет редко но стану молчит ой на теперь понятно ты на девушку поклонскую намекаешь ну не без этого ведь ты знаешь она еще до своих этих исторических слов лермонтов суворов и так далее наезжала на фильм матильда конечно вот а романе николая второго с балериной мол не было такого она совершенно точно знает и когда в сети кто-то написал главное не показывайте этой девушке таблицу умножения а то она и увидит и вообще остолбенеет но от удивления вообще-то мы остолбенели когда поклонская сказала служить хочу да прислуживать точно ведущую по правилам служить брат прислуживаться тошно но поклонская не отступила это наш великий полководец суворов так сказал если честно то и ведущий тоже под стать было тоже наверное от изумления да нет это частка у лермонтова и суворов говорит ему полгей поклонской и суворов они оба так говорить в общем темная история на самом деле говорят есть книжка 1953 год замечательное выражение что ли как так называется там эти слова приписаны все-таки суворову играет вот а грибоедов потом у суворов списал неизвестно как грибоедов узнавать слова суворов ну ладно несут так все-таки хорошо что поклонскую поддержали петр толстой поддержала и но тот который предлагает запретить шутить на патриотические темы а вот этот политолог сергей марков ну похож на крамору вот он вообще сказал мы должны поддержать поклонскую в ее критические дни хороший человек только-то у меня вопрос откуда марков знает когда у поклонской критические дни ну что намекаешь на хорс придем уже кипятись остынь хочешь у нас шампанское есть хорошее как в кремле там по 37 тысяч за бутылочку купили но на такого понятное дело у нас нет мы хрен с ним видите лен вот этими словами я выражаю свою принадлежность к русскому народу тем что за языком не следишь что ли нет лент тут недавно великий наш режиссер никита сергей михалков сказал примерно так русский человек это тот человек у которого чего-нибудь нет но не такого чтобы обязательно нет а такого что нет и хрен с ним ну то есть примерно так его спрашивали сергеевич вас кроме всего прочего есть космический корабль он отвечает так у меня все есть а вот космического корабля нет ну и хрен с ним а его брат никита сергеевич вы настоящий русский человек понятно а так вот для окончательного самоопределения сообщу тебе ананасов к шампанскому у нас тоже нет мы хрен с ними сто процент хрен с ним сама вас ананасы в шампанском ананасы в шампанском удивительно вкусно искристо и остро весь я в чем-то норвежском весь я в чем-то испанском вдохновляюсь порывно и берусь за перо стрекот аэропланов беги автомобилей ветра просвист экспрессов крылолет буеров кто-то здесь зацелован там кого-то побили ананасы в шампанском это пульс вечеров в группе девушек нервных в остром обществе дамском я трагедию жизни притворю в грязофарс ананасы в шампанском ананасы в шампанском из москвы в нагасаки из нью-йорка на марс спонсор программы компания электроцентра наладка